У Гомеля отбылся отборочный тур конкурса при Гожосте «Миссис Гомель-2017». Он пройдет в Снежне с претендентками на звание самой при Гожей женки и мати, познайомился наш корреспондент Ганна Корольчук. Семья и дети не перешкодят им к ней не стать королевой при Гожосте. На кастинг в Центр моды и при Гожосте «Хрустальная нимфа» пришли около 50 удельниц. Сероотголовных по требованию до финалисток взрослый от 18 лет и рост от 172 см. Профессии в будущих финалисток самые разные, как и взрослый, колькость детей. Большость про Гожунь пришла на кастинг у Першиню. В этом году, увидев в новостях, сказала сама себе иду. Ну и немножко просмотрела предыдущие кастинги и фотографии предыдущих участниц, было интересно. У меня две дочери, это старшая Арина, как я уже сказала, младшая малышка Виана. Ей один год и четыре месяца на данный момент, она находится со своим отцом, который мысленно с нами держит за меня кулачки. Некоторые претендентки в минулом году уже спробовали трапить в финал. Например, Татьяна Круг летость пришла на кастинг на 7-м месяце тяжарности. И организаторы не одважились рызаковать здоровье молодой мамы и детяти. Зато и все лето Татьяна настроена серьезно. После родов активно занималась спортом и приводила фигуру в парадок. При этом жюри цекают не только внешние дадзины, а ей готовность до фотосессии в купальниках и таленты, которые можно показать на творчем конкурсе. Если будет конкурс талантов, я красиво почитаю стихотворения. Всегда занималась чем-то интересным. Все, что интересно, там я. И в кастингах участвовала по молодости, да. Но нигде мне не везло. Как сказал мой сын Тимофей, у меня самая красивая мама. Претенденток на титул чекают занятки педофиле, хореографии и фотопластицы. Для удельниц это махчимость у вас обе тьмары, которые многие из их лечили незбытными. Наверное, процесс подрыхтовки выкликает радость и энтузиазм. Даже то, что мы все здесь собрались сегодня, это уже процесс, это уже интересно. Это уже нас из обычной жизни, рутину вырвали. И мы обратно вернулись в этот мир. Сказка, красота. Все сразу стали обаятельные, привлекательные. Самое главное это для женщин. Чтобы мы наконец-то себя показали, что мы женщины, а не просто работники, или просто мама, или домохозяйка. То есть мы хотим стать принцессами. Информацию о призах для переможцев и запрошенных на шоу артистах организаторы по культуре мают в секрете. Однако уже вядомо, что финал «Сельта» пройдет в областном громадско-культурном центре. Любой проект должен расти. И мы, естественно, тоже хотим расти. Тем более, что тема, тематика, затрагиваемая этим конкурсом, она гораздо серьезнее, чем девичья красота, потому что тут поднимаются и проблемы семьи, и взаимоотношений, и много-много всего, что делает нас по-настоящему счастливыми в жизни, а не только появление на сцене и букет цветов, условно говоря, корона. Головная миссия конкурса «Миссис Гомель» – пропаганда семейных каштовностей, и дала миру, добра и пригожости, а так само престижу материнства. Жюри обрала 15 бояльных, успеховых и активных девчат, которые приймутся в финале конкурса «Усередине Снежня». Лана Корольчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова